Привет, друзья! Ну что, я продолжу свои воспоминания. И сейчас мы находимся в 1966 году. И я по просьбе многих друзей из Ютуба опять немного расскажу о себе. Я в то время просто был без ума от джазовой музыки. И летом на своей даче на Баковке много занимался джазом. У меня в ту пору был кларнет. А чуть позже солдаты, с которыми я познакомился, подружился. Рядом была воинская часть, стройбат. Ну, дали они мне саксофон. Это был мой первый саксофон, первый инструмент, на котором я с огромной жадностью я вцепился буквально в него и мучил его целыми часами с утра до вечера. Мы вместе сделали программу и выступали по приглашениям на разных мероприятиях. В основном играли танцы. Но в начале, в самом начале, был концерт на заводе. Я запомнил солиста из этих солдат. Его звали Мишка. Он неплохо пел вообще-то, неплохо. И была в его репертуаре такая песня, которую исполнял Марк Бернес. Она называлась «Просто я работаю волшебником». Именно в то время эту песню часто транслировали по радио. Я отдал ссылку на эту песню в описании. Кто хочет, может послушать. До сих пор со слезами на глазах вспоминаю, как этот Миша держался на сцене. У него одна рука была за спиной. Ну, вот так примерно. А другая вот в такой позе. И выглядело это примерно так. Он пел таким мягким лирическим голосом. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем. Обратите внимание. Опа! И дальше. Дождик приношу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь прожил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. И вот в этом месте, в зале, все от смеха падали со стульев. Понимаете, уж очень он утрировал это последнее слово. Волшебника. Это было очень смешно на самом деле. Ну, а позже, где-то в начале августа, мы играли танцы в школе, в которой я когда-то учился. И то, что было дальше, предлагаю вам послушать прямо сейчас. Это фрагмент из моей прошлогодней записи. Как только мы отыграли этот вечер, мне буквально на следующий день с утра надо было бежать на Ленинградский вокзал, потому что я был записан в строительный комсомольский отряд. В то время это было такое мощное движение в институтах и техникумах. Нам выдали форму специальную. Я прибежал на вокзал. Значит, там уже наши ребята собирались, поезда еще не было. И вот что я заметил. На рюкзаках, на сумках, которые уже были собраны на платформе, лежали гитары. И я их специально посчитал. Их было 18 инструментов. Представляете? Вот какая была движуха, если так можно сказать, гитарная. Потому что Битлз были фаворитами вообще в музыке в то время. В мировом масштабе. Ну вот, значит, сели в поезд. И там, как говорится, там веселая жизнь. Студенты, кровь горячая. Ребята, девчонки хотят петь. Надо аккомпанировать. Никто играть не умел. Значит, на меня носили. Все знали, что я, в принципе, музыкой увлекаюсь. И жизнь заставила все-таки за эти двое суток, пока мы ехали в сторону Петрозаводска, научиться играть на гитаре. Ну, как научиться? Акомпанировать. И вот, значит, я уже знал довольно много аккордов. И как-то инструмент попался удачный. И мозоли появились такие на левой руке. И, в общем, так как-то все очень пошло все удачно. Я вспоминаю слова. Не может разум справиться с огнем, в который юность подливает масло. Вильям Шекспир так сказал. Ну, вот, значит, масла там было очень много, я вспоминаю. Ну, что имеется в виду масло? Значит, это ребята портвейн покупали. Ну, где-то я еще не выпивал особенно. Но так немножко попробовать приходилось. Вот, приехали на место. Вот, я сейчас покажу фотографии. Вот, посмотрите. На этих фотографиях вот изображен наш, наша небольшая бригада строительная. Позади нас мост. Река Паша. Вот через нее мост, через который я не так давно проезжал. Два раза туда-обратно, когда мы с Куклачевым на гастроли ездили в Петрозаводск на автобусе. Вот, и я вспомнил эти лениндарные для меня места комсомольской юности. Вот, ну, значит, все было очень хорошо. Мы выступали. Да, чем было знаменательно то время? Значит, мы там тоже из местных ребят сколотили небольшой ансамбль. И выступали, играли на танцах в местном клубе. Мне запомнился очень басист. Это был такой рыженький, такой рыженький молодой паренек, очень способный. Он играл на бас-балалайке. Треугольник такой. Мы его называли Треугольник. Эй, Треугольник, поди сюда. Вот. Но он не обижался, он такой хороший, все время улыбался. Значит, у него уши такие были растопыренные. Вот. И там был певец, тоже замечательный парень. По-моему, Толя его, что ли, звали. Может, ошибаюсь. Вот он говорит, появилась новая популярная песня. Поднялся рассвет над крышей. Хиль пел тогда. И вот, значит, выучив эту песню, нас пригласили выступить в каком-то рыбном хозяйстве. Значит, надо было плыть на таком небольшом теплоходике. Значит, и вот мы это собрались с музыкальной бригадой. Река Сивирь, как сейчас помню. Озеро Ладога, как море. Знаете, только вода такая, темность черная такая вода. Еще погода была тогда неважная. Но, тем не менее, мы очень ярко там выступили. Нас покормили. Мы были счастливы, довольны. Мы еще вернулись. И продолжали вот таким же образом. Значит, ребята учились. Вот, Битлз, все Битлз, Битлз. Ну, а я на приемничке любил слушать какую-то новую инструментальную музыку. И вот, в частности, на одной, на коротких волнах я там, значит, поймал вот такую вот интересную пьесу. Которую спустя много лет я записал в своей студии. И вы можете ее сейчас прослушать, руководствуясь ссылкой в описании. Назвал я ее «Добро пожаловать в Старую Америку». Ну, что ж, на этом я хотел бы с вами, друзья, попрощаться. И напомнить всем, что по вторникам и пятницам еженедельно выходят мои новые, свежие публикации. Подписывайтесь колокольчиком, который вам напомнит обо мне. Всего вам хорошего. Увидимся и услышимся. Пока-пока. 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 Продолжение следует...